МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканский субботник пройдет 22-го красавика. Дата затверждена постановой Совета министров. Жихары нашей краины будут наводить парадок на працанных местах альбо доброупорадковать и приводить в належный стан историко-культурной каштовности, а так само территории населенных пунктов. Частка сродков, заробленных у день субботника, будет накирована на умоцывание материально-техничной базы установ додатковой эдукации детей и молоди, а так само на подрыхтовку детящих лагеров до летнего сезона. У Гомеля открыли прием заявок для удела у Третьим Республиканским святе «Майстроу Гомельская весна». Он пройдет с 18 по 21 мая у рамках международной выставы «Вясна у Гомеля». Организаторы чекают майстро у рамесников с Беларуси и Замежа. Для удельников «Гомельская весна» – пляцовка для презентации и продажу своих работ, а так само место для обмену вопытом. Заявки на удел принимаются до 15 мая у Ключна. Громадский транспорт у Великодную ночь будет працевать до уже. Как после урочистой службы у храма гомельчанам было сручно добираться до дому, автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до 3-1-30 хвилин ранецы. Транспортные взносины будут забеспечены со всеми микрорайонами областного центра. На Радуницу наведывание могилок у зонах отчужения и отселения будет дозволено без специальных пропусков. С 22 по 25 кроссовика уезд будет открыт с 8 ранецы до 17 годин. Громадянам необходимо иметь с собой только пашпорты, документы на транспортный сродок при его наявности, которые подозначатся на одном из КПП по шляху руху. Варто память, при наведывании могилок у зонах отчужения и отселения нужно обовязково выполнять правила радиоцина и пожарной безопасности. У Гомельской области стартовал уникальный социальный проект под названием «Ябачу». Ягомэта провести обследование зроку у детей у сельской мясцовости. Организаторы проекта – Белорусский детячий фонд, Министерство оховы здоровья и компания «Оператор сотовой сувязи», якая взяла на себе усе финансовые выдатки, закупила обсталявание, оплачивая працу урачов и забеспечивая транспортом. Уже обследовано 1700 маленьких пациентов с Житковицкого и Будокошалевского районов. При необходимости консультации на республиканском озероуне одразу были дадены на кировании, выписаны рецепты на окуляры. У Воголе за год специалисты плануют наведать 14 районов Гомельской области. У Гомельским областным драматичным театрой пройшел финал конкурсу «Мистер Гомель-2017». Заголовный титул споборничали 15 стильных, спортивных и обаяльных конкурсантов. Финальное шоу продолжилось две годины и складалось с пяти выходов. Почас визитовки у дельники представляли себе и отказывали на питание ведучей. У якости хатного задания каждый из хлопцев подрыхтовал уластный образ и оригинальный выход, який его характеризует. А кроме того, глядачы убачили два дефиле и танцевальный номер. Вице-мистером и мистером спорт названы магистрами ГДУ Мяфранциска Скарыны Михаил Вырске. Мистер глядацких симпатий, актер облдрам-театра Михаил Грышачкин. Мистер популярность, ведучий менеджер приватной компании Максим Гурман. Титул «Мистер Гомель-2017» и «Морский круиз» по Европе отримал 23-годовый инженер-продприемства Гомель-Шпалеры Ягор Лёганьки. Аллергия. Сорок.